Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня мы продолжаем серию передач взрослым о детях. Я хочу поговорить с вами, дорогие родители, на тему, которую мы с Татьяной Львовной условно назвали «Троянский конь ювенальной юстиции». Я только хочу вас предупредить, что наши передачи, и особенно эта передача, совсем не для детей, а для вас, взрослых, для вас, родителей, бабушек, дедушек и всех, кто имеет какое-то дело, какое-то отношение к детям. Ну, вы прекрасно знаете, что существует такое выражение – ключевые слова. И можно сказать, что эти слова, как и полагается ключам, отворяют дверь в какое-то смысловое пространство. И если продолжить этот ряд, ряд метафор, и придать ему слегка, ну уж, простите, уголовный оттенок, то бывают слова, подобные лому. Знаете, говорит, против лома нет приема. К таким ломовым словам как раз относится слово «насилие». Ну, честно говоря, мало какое слово в современной жизни имеет такую выразительную, отрицательную окраску. Тем более, если говорят, что это насилие над детьми. Услышав непривычное название, люди обычно пожимают плечами и спрашивают, а что это такое? И если им сказать, как говорят сторонники данного нового введения, что речь идет о создании специальных судов для совершеннолетних, которые должны быть защищены надежно, ну, потому что они дети, то никто ничего плохого не заподозрит, только хорошее. У нас же много всяких институтов детства, детские сады, школы, детские спортивные секции, детские поликлиники, больницы, санатории, лагеря. Почему бы не быть и специальным детским судом? Что в этом плохого? А между тем, ювенальная юстиция представляет собой такой подрыв детско-родительских отношений и вообще всего жизненного уклада в нашей стране, что по сравнению с ней предыдущие реформы, которые тоже были разрушительны, это просто новогодняя шутка. Как известно, важнейшей составляющей процесса глобализации или даже процессов глобализации является разрушение семьи. И, быть может, это одна из главных задач так называемых глобализаторов или, можно сказать, мировой элиты. Наверное, никого уже не надо убеждать в том, что массовое развращение детей через средства массовой информации и даже, к сожалению, через школьные инновации – это целенаправленное разрушение во многих случаях авторитета родителей. Это и пропаганда игорного бизнеса. Правда, сейчас закрыли многие игорные заведения, но, к сожалению, в таком негласном виде они существуют. А сколько этот игорный бизнес уже разрушил детских душ, детских психик, если можно слово «психика» употребить во множественном числе. Какие ужасные книги, какие ужасные фильмы пропагандируются через СМИ. И все это не случайные какие-то разрозненные эпизоды, а последовательная политика глобалистических реформ. Но по их собственным признаниям, то есть по признаниям глобализаторов, им очень мешает несовершенство законодательной базы. Поэтому они всеми силами стараются ее, так сказать, усовершенствовать, то есть узаконить всякие безобразия. К примеру, был снижен возраст получения паспорта до 14 лет. И наши законодатели вслед за этим, очень скоро вслед за этим, снизили так называемую планку половой неприкосновенности. И сразу растление началось уже с 14 лет. Чтобы эту норму как-то оставить на прежнем месте, была предпринята попытка даже узаконить браки с того же 14-летнего возраста. Как будто мы живем в Средней Азии, причем в Средней Азии довоенной. А еще хотели усовершенствовать медицинское законодательство, чтобы без лишнего шума протащить аборты несовершеннолетних. 15-летним девочкам их стали разрешать делать без, представьте себе, без согласия родителей. А ведь девочка 15 лет – это ребенок. Логика такого проекта вполне понятна. Детей, начиная с 14-летнего возраста, намеревались объявить взрослыми и предоставить им все надлежащие юридические права. Что, кстати, весьма способствовало бы повсеместному проведению так называемых оранжевых и прочих цветных революций, которые, как известно, совершаются при очень активном участии подростков и молодежи. Но в нашем, как его называют многие либералы, советско-консервативном обществе номер не прошел. Браки подростков в общероссийских масштабах так, слава богу, и не узаконили. А планку половой неприкосновенности после затяжных думских боев все-таки, ой, тоже слава богу, удалось опять передвинуть к 16 годам. И глобалисты переключились на запасной проект. Всячески муссируя тему насилия над детьми, проектанты так называемого «прекрасного нового мира», как говорил писатель Хаксли, начали проводить в жизнь ювенальную юстицию. Ну, ювенальную – значит, для несовершеннолетних. А дело все в том, что серьезным правовым препятствием на пути всяких вредоносных экспериментов в детской среде является преимущественное право родителей на воспитание. Наверное, многим нашим зрителям не нужно особо представлять этих так называемых печальников о судьбах детей. Но мы все же вкратце напомним, чем они печально знамениты. Екатерина Лахова – это главный оплот планирования семьи в среде российских законодателей. И, может быть, именно поэтому ей так важно все время быть в Государственной Думе, во всех ее созывах. Ну, а нарколог-правозащитник Олег Зыков последовательно выступает за легализацию так называемых легких наркотиков. Таких людей, как они, называют агенты изменения. Бывают агенты влияния, а это агенты изменения. Эта формулировка не наша, это формулировка, представьте себе, западных спецслужб. Они так обозначают тех, кто приходит на смену агентам влияния. Вот агенты влияния готовят почву, а потом приходят агенты изменения. И вот агенты изменения в этой уже подготовленной почве созидают, можно сказать, новую реальность по планам, конечно, своих заказчиков. Так вот, эти агенты изменения, используя защиту детей от насилия в качестве демагогического прикрытия, пробивают две главные инновации. Первое – это предоставление детям юридически и административно обеспеченного права подавать в суд на своих родителей, на своих воспитателей, на своих педагогов и прочих взрослых, которые занимаются детьми. И второе – это создание отдельного ведомства, которое возьмет на себя всю работу с детьми и подростками группы риска. Поскольку пагубность этих реформ не лежит на поверхности, стоит, наверное, нам с вами рассмотреть их поподробнее. Ну, что вам сказать, это будут Павлики Морозовы, только последнего постсоветского призыва. Как всегда, тараном для этих самых вредных инициатив послужили душераздирающие истории о зверствах, которые якобы невозможно прекратить, если не внедрить эту самую инновацию под названием ювенальная юстиция. Практика показывает, что это вообще излюбленный прием упомянутых агентов изменения. Когда нужно внедрить что-то противоестественное, они стараются как следует огреть народ, ну, огреть, конечно, в переносном смысле, информационным ломом по голове. А то, глядишь, очухаются раньше времени и помешают. Вот и наши ювеналы, так мы их назовем, начали и упорно продолжают кормить нас какими-то диккенсовскими историями о бесконечных издевательствах над детьми и в интернатах, и в детдомах, и даже во многих семьях. Давайте зададимся вопросом. Разве в нашем уголовном кодексе не предусмотрена защита детей от насилия, в том числе и родительского? Разве в современной России родитель, все равно как в врачном европейском средневековье, может безнаказанно истязать ребенка, и никто ему даже слова не скажет, потому что он родитель и в своей семье полноправный хозяин? Да нет же. Органы опеки регулярно лишают кого-то родительских прав за дурное обращение с детьми. А кто-то, представьте себе, даже идет за это под суд. Причем органам опеки помогают и милиции, и прокуратуры, и школы, и психолого-педагогические службы. Конечно, бывает коррупция, бывает превышение полномочий, бывает халатность. Но, во-первых, кто сказал, что с появлением ювенальной юстиции у нас будут защищать детей только бессеребреники и только высокие профессионалы? А во-вторых, почему же не внести в уже имеющееся законодательство какие-то уточнения, дополнения, если они действительно необходимы? Мы задавали эти вопросы разным людям, в том числе и юристу, из НИИ прокуратуры, которая подготовила проект закона о ювенальных судах. И ничего более вразумительного, чем «так детям будет спокойнее», от нее не услышали. Дескать, они будут знать, что это специально для них, что они в любое время могут обратиться, и что они будут приняты, услышаны. И, возможно, если бы мы не были знакомы на практике с детской психологией, ответ ученого-юриста показался бы нам убедительным. Но поскольку мы не первый год с Татьяной Львовной работаем с детьми, в том числе и получившими психотравму, связанную с насилием, позволим себе усомниться в правильности данного утверждения. Наша практика показывает, что когда с ребенком действительно жестоко обращаются, он своих истязателей боится. Ему не то, что обратиться в суд. Ему страшно даже пожаловаться какому-то хорошо знакомому взрослому человеку. А с легкостью и порой даже, к сожалению, с удовольствием жалуются на своих родителей дети-манипуляторы, дети-эгоцентрики, дети-избалованные, распущенные, демонстративные. Такие дети, особенно если их успели просветить насчет прав ребенка, болезненно реагируют на любое замечание, считая это замечание насилием над своей личностью. Они охотно шантажируют родителей, шантажируют угрозами уйти из дома, поменять семью и даже покончить с собой. «Я пойду искать другую маму». Уже в три года говорила одна девочка, которая недавно попала к нам на прием. И действительно, не разбирая дороги, она шла в любом направлении, зная, что мама побежит за ней и будет исполнять, испугавшись, все ее требования. Я хочу подчеркнуть, что это отнюдь не единичный случай такой распущенности детской. Таким детям вот только ювенальной юстиции еще не хватает, чтобы уже на законных основаниях помыкать своими близкими. Детям-тиранам ювенальная юстиция полностью развяжет руки и тем самым усугубит их психическую деформацию. Вот это будет уж точно. Да вы знаете, и на нормальных детей, не склонных к такому поведению, которое, кстати, является симптомом иногда серьезного психического нарушения, предоставление права судиться со взрослыми подействует крайне отрицательно. Крайне отрицательно. Под влиянием либеральных средств массовой информации, авторитет старших и так уже трещит по швам. В некоторых подростковых журналах представьте себе даже рубрика такая появляется или рубрики, если это разные журналы, в которых детей просто инструктируют, как срывать уроки, как доводить родаков, так называются родители, пенсов, так называются пенсионеры, то есть бабушки и дедушки, и преподов, так называются преподаватели, учителя. Помнится, давно, 11 лет назад, в 2001, нет, даже в 2000 году, в 2000 году, вот я помню теперь точно это, мы посетили конференцию, которая была посвящена десятилетию принятия Международной конвенции о правах ребенка. и там очень долго с разных сторон обсуждался вопрос о необходимости ввести буквально во всех российских школах так называемых омбудсменов, то есть уполномоченных по правам ребенка, которым дети могли бы стучать на учителей. надо сказать, что мы тогда были еще совсем не в теме и было решили, что перед нами потенциальные наши союзники в борьбе со всякими безобразиями в образовании, типа секс-просвет, волеологии и тому подобных инноваций. Но, заведя об этом речь, получили очень резкий отпор. «Причем тут знания, необходимые в наше время?» возмутилась одна пожилая правозащитница. «Дети должны грамотно предохранять себя от спида и нежелательной беременности. Омбудсмены занимаются истинными нарушениями», сказала она. «Например», она продолжила, «Звенит звонок на перемену? И учитель обязан немедленно прервать урок и отпустить детей на перемену. Если он задержит их хотя бы на минуту, это грубейшее нарушение, за которое он должен отвечать. А домашние задания на выходные, сказала она грозно, или на каникулы, это категорически запрещено. А повышение голоса на учащихся, да масса всего такого, дети должны знать свои права и развивать правовое сознание, и изучать конвенцию о правах ребенка. Нужно делать это даже не со школы, а с детского сада», добавила эта правозащитница. А потом в кулуарах этой конференции одна из старшеклассниц, которая присутствовала на этой конференции, потому что была из какого-то элитарного лицея, где уже водили экспериментально должность омбудсмена. Она шепотом поведала нам, что секс-просвет у них в школе приветствуется и уже преподается. Причем девочка сказала, что девчонки в ее классе сгорают от стыда, когда слышат это все. Но никто не считает это нарушением их прав. В том числе и главный друг детей – омбудсмен. Ну, конечно, в еще большей степени ювенальная юстиция коснется семей. В интернете ювенальная юстиция рекламируется уже не только на сайте господина Зыкова. Есть целый портал, который так и называется «Ювенал Юстиц». Зайдя на него, можно узнать, что продвижение ювенальных законов происходит не так быстро, конечно, как хотелось бы друзьям детей. Но дело все же идет. Уже есть пилотные города. Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Таганрог и многие-многие другие. Я просто не помню все на память. Их уже около 30. И там опробируются новые модели. И обобщаются старые результаты, отрицательные результаты прежних отношений родителей детей и школы детей. Ну, на что еще теперь будут иметь право наши дети? Когда заманивают западню, заметьте, всегда стараются чем-то привестить. даже реклама ада может быть подана как увлекательное путешествие в теплые края, где может звучать такая лирическая песня. «Дым костра создает уют». Можно себе такое представить? Можно, к сожалению. Так и в истории с ювенальной юстиции. Народу не рассказывают, что детям дается возможность сажать родителей за решетку и лишать родительских прав. Это остается за кадром, потому что можно спугнуть, если это расскажешь. А страна-то останется патриархальной, как со вздохом часто констатируют наши либеральные интеллигенции. Замшелые, дремучие останутся. Зато очень убедительно рисуется картина вдумчивого, взвешенного, неспешного ювенального суда, который будет вникать буквально во все подробности жизни несовершеннолетних. И пропагандируются квалифицированные работники специальных социальных служб. И вы знаете, это ни у кого не вызывает возражений. Действительно, думают люди, пусть детьми занимаются подготовленные специалисты. Только люди забывают, что система работы с трудными детьми у нас в стране существует очень давно, со времен Макаренко. И дела у нас, представьте себе, обстоят много лучше, чем на Западе. У нас не было подростковой наркомании очень долго, детских самоубийств, детско-подростковой проституции, беспризорности, социального сиротства. Почему бы не развивать отечественную работу по профилактике и реабилитации девиантных, то есть с отклоняющимся поведением подростков? Зачем, казалось бы, свое плодотворное отвергать, а чужое, причем тлетворное, и там дающие ужасные результаты, перенимать? Знатоки поспешат нас поправить, напомнив, что в области ювенальной юстиции Россия как раз опережала западные страны, что ювенальные суды у нас были еще до революции, при царизме, но, как сказал поэт, не тот этот город и полночь не та, это цитата из Пастернака, не было в царской России поощрения детского доносительства. Как-то даже неловко напоминать нашим либералам, что образ Павлика Морозова был возвеличен вовсе не при царизме. А царевны, ныне причисленные к лику святых, подчинялись родителям, которые заставляли их и спать на досках, и на очень жестких кроватях, если не на досках, то просто на жестких панцирных кроватях. Как-то, вы знаете, им не приходило в голову жаловаться омбудсмену, которого, впрочем, тогда и в помине не было. А главное, весь жизненный контекст был совершенно иным. Ну, кто тогда смел даже заикаться о приоритете международного права над национальным законодательством? Да и понятия международного права не существовало, как не существовало, впрочем, организации объединенных наций и других международных парамасонских организаций. А вопросы морали жестко увязывались с религиозными заповедями. Никому и в голову не приходило требовать легализации садомитских браков. А сейчас эта правовая норма уже принята многими-многими развитыми странами. И, к сожалению, активно пробивается в качестве международной и в нашу страну. Так что, дискутируя о ювенальной юстиции, следует посмотреть на права ребенка именно в сегодняшнем и завтрашнем контексте. Имеет право сегодняшний подросток быть гомосексуалистом. Представьте себе, и имеет, поскольку благодаря усилиям наших детолюбов садомский грех уже считается не только нравственной, но и медицинской нормой. И в этом новом контексте меры будут приниматься к родителям недовольным такой ориентации сына или дочери. Специально обученные психологи постараются им объяснить, что не ребенка, а их надо лечить. Юристы же могут пригрозить наказанием за психическое насилие, да, это будет приравнено к психическому насилию по отношению к ребенку. Кстати говоря, ювенальная юстиция вовсе не препятствует садомитам усыновлять детей и, соответственно, их воспитывать. И наркоманом подросток имеет право быть. у нас ведь сажают не за употребление наркотиков, а только за их распространение. И читать непристойные подростковые журналы дети, конечно же, будут иметь право. Это же издается специально для детей. Это целевая аудитория. И судьи неоднократно выносили уже решение о безосновательности родительских протестов против журналов типа «Кул» или «Молоток». А компетентные эксперты, между прочим, уже тогда давали высоконаучные заключения, в которых как дважды два было доказано, что никакая это не порнография, а совершенно необходимые для современных подростков учебные сведения по сексу. Уже сейчас, подтверждая необходимость секс-просвета, энтузиасты этой гадости апеллируют к положительным отзывам учащихся. Дескать, вам взрослым не нравится, а детям нравится. Право на образование, говорят они, это одно из священнейших прав ребенка. Ну, давайте на сегодня мы закроем тему ювенальной юстиции и продолжим ее в следующей передаче. Она, вы знаете, очень сложная, большая, многогранная, поэтому мы будем говорить и в следующей передаче и еще не один раз об этом страшном, ужасающем просто и разрушительном для семьи явлении. Всего доброго и до следующих передач, до следующего раза. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова